Михаил Гутериев, один из учредителей, основатель этой премии. Михаил Сверверчик, хочу спросить вас, а вот у вас в этом году, в 2019, какая любимая песня? Понятно, что голосование тайное, но все равно же есть какие-то мелодии, которые звучат. Я почему спрашиваю? Потому что у меня сыну два года, он слушает по 11 раз в день песню Baby Shark, понимаете? Дебильные слова, но вот человек любит это. Я голосовал за 9, я лично отдаю своего голоса. Исполнительный, исполнительный я дал Димаш. Вот я примерно понимал, что выигрывают, я отдал тому, кто я считаю это событием. Новые, молодые, новые видения, новые голоса. Это меня очень радует, мы все делаем правильно. Спасибо огромное. И действительно, премия живет, открывает новые интересные имена. А куда исчезла Наркиз? Она только что была здесь, я хотел с ней обсудить все, что происходит в жизни ее продюсера. Коля, ты, наверное, напугал ее чем-то, нет? Не, она просто почувствовала, что ты к ней подождешь, и злиняла. Понятно. Так, ты все расскажешь? Ну давай. Итак, версия Николая Баскова, что произошло между Наргиз и Фадеевым? Я хочу сказать, друзья, вот сижу я здесь в кресле и не понимаю, надо все менять. Надо зрителям давать не успокоительное перед началом премии, а давать шампанское. Премия российская. Настроение новогоднее. Друзья, дорогие зрители, ведь нам, артистам, так всегда нужна ваша поддержка. У меня все время ощущение, что мы кого-то провожаем со сцены. Все-таки счастливый, два хлопка, слава богу, отпел, ушел. Ну невозможно же так. Мы же для вас худеем, наряжаемся, разводимся, женимся. Ходим по каким-то, как Билан, состояниям. Чтобы вы заметили нас, подарили нам свою любовь, потому что без вас нет артиста. Кремль, я вас прошу сегодня, не впите, дайте нам вашу любовь. Поэтому, уважаемый Игорь Крутой, Михаил Сафербекович, Юрий Костин, билеты на премию нормальные, недорогие. Но если вы объявите, что еще будут давать шампанское, люди будут с 6 утра уже стоять в Кремле, чтобы попасть на премию Виктория. Мне кажется, больше позитива и радости. Люблю каждого, кто пришел. Кто не счастливый, как победитель всех 13 битв-экстрасенсов, заряжаю вас на счастье, любовь, деньги, новогоднее настроение. Как говорится, больше эмоций. Люблю каждого. Все. Уже можно не вспоминать Наргиз. Я могу спросить Диму Билана. Какой вопрос? Дима, у нас на премии очень сложные номера. Сейчас Пирожков раздевается. До этого он одевался, мы ждали минут 15, слушали всех, кого только можно, чтобы кто-то что-то рассказал. Я, кстати, хорошо выгляжу в твоем телефоне. Да, расскажи мне, пожалуйста. Вот он к Яне Рудковской ближе. Вот Яна Рудковская это вообще машина шоу-бизнеса. А просто вот муж работает, ребенок работает, ты работаешь. Почему Яна сегодня не в зале? Микрофон твой золотой, можно это заполучить в конце концов? Это серебряный, позвони окулисту. Похоже на платье, но более, ты что, не принижай. Это самое, ну послушайте, я не могу за Яну отвечать, я не живу с ней в принципе. Вот, могу не слышать ее по две недели, но деньги-то ты отдаешь. Человек-то я автономный, можно сказать, ты ни с кем не делишься. О, класс. Ну, это, слава богу, проценты нормальные. То есть мы компаньоны и этим все сказано. Я свободный человек, у меня нет ни контракта, ничего. Могу хоть отдыхать целый год, никто мне не указ. Главный вопрос, шампанское, как ты считаешь, повысит настроение или мы должны предложить, может быть, крепкий кофе нашим гостям? Ну, наверное, шампанское, но я не пью после определенных событий моей жизни. Держись, Виктор, держись. И премию провел, и программу новую снял, путь говорят. Прямой эфир, Коля, ты остался в 2017. Ну что, песня.